Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня у меня просто отличное настроение. А знаете почему отлично? Да потому что новости я вам принес просто отличные. И первая прекраснейшая новость это то, что в ЖЖ Шторм написал, что Арту скоро нужно будет опять нерфить. Слава богу. Я честно говоря за последнее время заметил, что артиллерии снова стало много в боях, то есть по 2-3-4 штуки. А как известно, больше одной ни в коем случае не нужно. Поэтому я только начал думать о том, что пора бы ее снова понерфить, пора что-то ей порезать, убрать ее из рэндома или просто ограничить ее количество в боях, как будто бы, не знаю, как будто сам Шторм или Серба прочитали мои мысли и говорят, что да, надо нерфить. Ребята, я думаю многих из вас эта новость порадует, так что давайте радоваться вместе и напишемся вместе в комментариях Арта на дно. Арта на дно. Каждый из нас пишет Арта на дно и мы узнаем сколько нас таких вот единомышленников, которые хотят видеть рэндом без артиллерии. Ну а теперь к другим новостям. Также саморазработчики обратили свое внимание на лоу-левел. Многие из вас знают, что на маленьких уровнях в песочице есть много разных нагибаторов. Это тот же Т-18, это французский Д-1, ПЗ-3 АУС-А, СУ-76, САУ-С-40 и Олекта. В общем, Шторма спросил один из игроков, я понимаю, что это неприоритетно и вообще эти уровни должны проскакиваться быстрее, но не могли бы вы типа обратить внимание на все это? Шторм ответил, уже потихонечку обращаем внимание. Так что, товарищи педобиры, недолго вам осталось почивать на лаврах. Скоро и за вами прилетят черные вертолеты КВГ и вас настигнет ужасный напильник серба. Готовьтесь. Также у Шторма спросили, будут ли новые прем СТ-8 в этом году? Если такое возможно, прем ЛТ-8, что-то наподобие ВЗ-132. Шторм ответил, будут. Штуки 3 в этом году точно будет. Как нам известно, один из них, это понятно, что будет облегченный Т-54 на 8 уровне с какой-то не сильно нагибучей пушкой. Насчет остальных, сильно много неизвестно. Насчет немцев, проходила информация, что возможно будет один из вариантов Пантеры 2. Ну, а у японцев, кроме прототипов СТ-1, вводить больше и особо нечего. Так что, поживем, увидим, что там нам ведут. Ну и наконец-то, одна из главных сенсаций этого выпуска. Про карты. Один из игроков потребовал у разработчиков. Дайте нам фильтр карт. Хоть парочку карт исключить или еще как. Задолбало! Ибо сев на полчасика, половину боев проводишь на Северогорске, Камарине или Редшире. Ну и еще хочется карт размером побольше. Шторм на это ответил. А тут вообще хотим выкинуть из игры штук 10 самых непопулярных карт, чтобы меньше контента переделывать. Вместо того, чтобы переделывать старые, несбалансированные карты, разработчики решили просто сделать новые. В принципе, если верить Шторму, то разработка новой карты и переделка старой карты это примерно одно и то же время, и на это тратятся одни и те же человека часы, а значит по деньгам оно стоит одинаково. Тогда зачем брать какой-то Камарин, пытаться из него слепить что-то хорошее, хотя уже столько раз пытались и ничего не получалось, если можно просто вывести его из рандома и сделать новую интересную карту. В принципе, не могу не согласиться, что такой ход разработчиков вполне логичен и закономерен. Еще одна интересная новость касается голдовых снарядов. Шторм заметил. Пока не решили, что будем делать с голдой. Как будем ребалансить или что-нибудь еще? Убирать ее пока что тоже не будем. Ну посмотрим, что разработчики будут делать с голдовыми снарядами, потому что по факту они сейчас очень сильно портят баланс и не дают возможности бронированным тяжам хоть как-то отыгрывать свою роль. Также Шторму задали очень-очень важный вопрос. Как скоро СУ-152 будет в HD? Шторм ответил. СУ-152 будет в этом году. Так что КТТС? Один из игроков заметил. Поднять бы полезность малополезных нынче перков и оборудования, потому что некоторые из них вообще не используются. Шторм ответил. Да, есть такая переделка в планах. Сейчас думаем, что и как сделать. Это речь о том, что многие перки сейчас просто игроками не используются. То есть мы используем ремонт, маскировку, перки на стабилизацию, поворот и обзор. А вот все остальное, типа там братство какое-то, какие-то перки у радиста, что там еще, перки у заряжающего. Многие из них просто не качаются или качаются в самую-самую последнюю очередь. Сейчас разработчикам, как по мне, нужно переработать многие перки и добавить немалое количество новых, чтобы был какой-то реальный выбор и чтобы какие-то танки можно было бы затачивать под определенный стиль игры. То есть хочешь танковать? На тебе перки для танкования. Хочешь быть снайпером? На тебе перки для снайпера. Хочешь быть быстрым? На тебе перки для того, чтобы двигаться быстро. В общем, вот такие вот у меня мысли. Также один из игроков, конкретно Мусияка, заметил, что нужен самостоятельный отдельный клиент для чата танков и самолетов. Штурм ответил, что такое тоже есть в планах. И последняя на сегодня интересная новость касается танка Маус. Одни ребята нашли в клиенте очень интересную медальку. Она называется «Помним все. Восстановление танка Маус». Как мне сообщили люди, это возможно касается реставрации настоящего танка Маус, который стоит в кубинке. То есть Wargaming организуют сбор пожертвований и кто пожертвует какую-то сумму, тот получит такую медальку. В общем, пока что информация, конечно, недостоверная и на 100% не проверена, но возможно, что все будет именно так. На этом, ребята, у меня все. Это все интересности на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравились все новости. И, конечно, не забывайте, что завтра выйдет новое хорошее видео. С вами был Джов. Чао-какао. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова